Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Добрый день, дорогие ребята! Я рада вновь нашей встрече с вами. Сегодня мы продолжим наши удивительные путешествия по планете окружающего мира. Представьте себе, что за хорошую и отличную учебу вас наградили экскурсионным туром по материку Евразия. Интересно? Ну тогда, значит, отправляемся в путешествие. Вперед к знаниям! Путешествие по Евразии. Прежде чем отправиться в путешествие, давайте проанализируем, а что вам известно об этом материке? Какие места на этом материке вы хотели бы посетить, и что вы хотели бы там увидеть? Какой животный и растительный мир материка? Я предлагаю начать изучать материк с понятия, что же такое материк. Материк – это обширное пространство суши, омываемое морями и океанами. Материк Евразия – величайший материк, на котором мы живем. Его площадь равна Африке и Северной Америке вместе взятыми. 54 миллиона квадратных километров занимает этот материк. Это составляет одну третью площади всей суши Земли. Европа делится на две части – Европу и Азию. Посмотрите на схему. Евразия лежит в разных климатических поясах – холодном, умеренном и жарком. Природа отличается большим разнообразием – от арктических пустынь на севере до вечно зеленых тропических лесов на юге. На материке расположена самая высокая в мире гора, самое глубокое озеро и самое большое озеро. Ребята, нам всем, наверное, хорошо известно, что Урал является границей между Европой и Азией. На материке Евразия находятся крупнейшие страны мира по площади. Это Россия и Китай. И по численности населения – Китай и Индия. Евразия омывается всеми океанами. На севере – северо-ледовитым, на западе – атлантическим, на востоке – тихим, на юге – индийским. Это единственный материк, которые омывают все четыре океана земли. На материке много рек. Шесть из них входят в десятку крупнейших рек мира. Опь, Амур и Лена – в России. Реки Янзы и Хуанхэ в Китае. Река Меконг – во Вьетнаме. Европа. Европа – западная часть материка Евразии. В восточной части расположены равнины и низменности. А в западной преобладают плоскогорья. Равнина занимает основную часть Европы – от Северного моря до Уральских гор. Альпы – самые высокие горы в Европе. Название гор произошло от слова Альп, что означает «высокий». Вершины гор покрыты вечными снегами. Самая высокая гора в Альпах – гора Монблан. В альпийских горах находятся горнолыжные курорты. На заснеженных склонах гор туристы доставляют подъемники. Карпаты. Горная система в Восточной Европе. Название Карпат можно найти в армянском языке «кар» – камень, под стена, что означает «каменная стена». На востоке, отделяя Европу от Азии, лежат Уральские горы, а на юге – Кавказ. Азия. Азия занимает большую часть материка. Здесь находятся огромные по площади равнины и самые высокие в мире горы. За Уральскими горами лежит самая большая плоская равнина – Западно-Сибирская. На многие километры ее покрывают болото. На севере равнины раскинулась тундра, а на большей части – тайга. Алтайские горы. К юго-востоку от Западно-Сибирской равнины находятся горы Алтай. Горный Алтай – это удивительный и очень красивый край. «Золотые горы» – так переводит Алтай с тюркского языка. Тянь-Шань. Горы Тянь-Шань протянулись широкой полосой с запада на восток. Название Тянь-Шань в переводе с китайского значит «небесные горы». Хребты гор покрыты вечными снегами и ледниками. Главная вершина гор Тянь-Шань – это пик Победы – 7 439 метров высота. Пустыня Гоби. В переводе с монгольского – безводная. Тибетское Нагорье – одно из самых больших и высоких нагорей мира. Большая часть плоскогорья покрыта снегом. В Тибете много озер. В горных хребтах берут начало величайшие реки Азии. У нашего материка, ребята, есть свои рекорды. И, конечно же, один из самых основных и один из самых значительных рекордов – это то, что в Евразии находится высочайшая точка земли – гора Джамалунгма, что в переводе означает «мать богов». Высота горы – 8848 метров. А в Европе эту гору называют Эверест. Пустыни Каракумы и Кызылкум. Пустыня Каракум в переводе – черные пески. Пустыня Кызылкум – красные пески. На территории Азии находят действующие вулканы. Особенно много их на островах Тикого океана. Это Камчатка – ключевая сопка. Вулкан в Японии – Фудзияма. Самое большое по площади море – Каспийское. Озеро Байкал – самый большой по объему пресноводный водоем мира. Ребята, если вы спросите, а на каком же материке находится наша страна, то вы, конечно же, найдете ответ. Российская Федерация находится на материке Евразии. Это самое большое по площади территории государства. Также на территории Евразии расположено более 80 государств. Это Япония, Китай, Индия, Германия, Великобритания, Италия, Испания и многие другие страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Растительный мир Растительный мир в арктических пустынях представлен мхами или шайниками. Очень редко можно увидеть здесь маленькие цветы. В зоне арктических пустынь обитают такие животные, как песец, тюлень, морж, белый медведь и многие-многие другие. Следующая природная зона. Тундра и лесотундра. Из растений широко представлены морожка, карликовая береза, карликовая ива, ягель. Животный мир тундры и лесотундры представлен такими животными, как лемминг, волк, лисица, олени. Тайга. Тайга. Самая большая по площади, самая древняя, самая снежная ландшафтная зона России. Ее ширина в европейской части достигает 800 километров, а в западной и восточной Сипири 2150 километров. Таежные зоны России стали формироваться еще до наступления ледников. В тайге мы можем увидеть и сосну, и пихту, и лиственницу, и ель. И, конечно же, огромное количество других растений. Животный мир представлен такими животными, как бурый медведь, заяц-русак, лось, рысь, соболь. Конечно же, много других животных. Смешанные широколиственные леса. Ну что здесь говорить? Растительный мир очень богат. Липа, береза, клён, дикий виноград, дуб. Посмотрите сами, какие еще растения растут в смешанных и широколиственных лесах. Из животного мира еж, бобр, барсук, кабан и многие другие представители. Лесостепи и степи. Природная зона, в которой проживаем мы с вами. Я думаю, растения, которые растут здесь, вы прекрасно знаете. Давайте посмотрим на животный мир. Это дрофа, степной орел, куница и много-много других животных. Полупустыни и пустыни. Верблюжьи колючки, саксаул, одногорбый верблюд, двугорбый, шакал, гиена, тушканчик. И очень много других животных. Ребята, я надеюсь, что наши путешествия вам запомнились и понравились. И открытия, совершенные нами, вам пригодятся в будущем. Успехов вам и отличных отметок! До новых встреч!